всем привет друзья сегодня посмотрим на самый популярный телевизор 32 дюйма это топ девайс лет специал здесь на яндекс маркете интересовалась 95000 человек только за последние два месяца и стоит он всего лишь 7500 рублей сейчас распакуем и посмотрим почему же он так популярен и стоит ли он своих денег поехали ну и начнем естественно с комплектации вот такие вот ножки для телевизора они пластмассовые очень легкие также вот такой вот очень массивный и солидный пульт кнопки приятные ну выглядит дорого хотя такой бюджетный телевизор также что очень порадовало в комплект положили две батарейки для пульта это прям замечательно кабель питания довольно таки стандартный длиной только один метр хотелось бы конечно подлиннее ну и болтики на которые собственно крепить в данные ножки конечно же инструкция написано как что крепить так далее вот так вот выглядит телевизор с обратной стороны и хочу отметить что это именно новая модель они производятся прямо сейчас у меня например дата производства декабрь двадцать второго года здесь у нас есть четыре отверстия для крепления на стену также h3 hdmi 2 usb два разных входа под антенны и также вот такие вот аналоговые аудио-видеоразъемчики зачем их до сих пор ставить я конечно не знаю но производителям виднее с обратной же стороны вот здесь вот вход для кабеля питания ножки крепятся вот здесь вот сюда также здесь вот есть разъемы возможно можно поставить ножки сюда но не уверен я буду ставить на стандартные крепления и давайте уже наверное переходить к основному и включать и тестировать и так по настройкам это не smart tv однако здесь есть поиск каналов автонастройка вот эта вся история также можно настроить из какой вы страны ну что очевидно и так далее на данный момент картинка выглядит очень даже хорошо несмотря на то что это просто hd разрешение и так здесь можно настроить режимы изображения есть стандартный есть для фильмов также есть пользовательский то есть вы сами можете подкрутить контраст или то что вам необходимо есть также настройки здесь у нас по звуку то есть можно опять же поднять высокие частоты поднять низкие или сбалансировать ну сами можете посмотреть настройки времени таймера если необходимо естественно тоже имеются в общем стандартный набор такой самых необходимых функций то есть если вы смотрите именно телевизор здесь есть как авто настройка каналов также ручные настройки каналов в общем с этим нет проблем по качеству изображения вот на мой взгляд вполне неплохо на данный момент конечно же сейчас я подключу еще по hdmi свой компьютер и посмотрим какая будет картинка уже на практике они просто в менюшках и так я подключил данный телевизор этот девайс к своему компьютеру здесь кстати можете увидеть размер вот это монитор 24 дюйма и вот собственно телевизор 32 дюйма по качеству конечно же если смотреть вблизи то есть использовать как монитор то видно что это hd разрешение и где-то то есть но качество недостаточно но отходишь на буквально метр и уже все прям хорошо при этом хочу заметить что довольно таки хорошая яркость и контрастность то есть цвета очень даже правильно у меня на дорогом мониторе цвета вот плюс-минус такие же это конечно же очень радует запускаю видео которое снял я сам и посмотрим как данный телевизор будет с ним справляться напоминаю что он подключен по hdmi к компьютеру на данный момент ну качество очень даже хорошее вот здесь вот я вижу на камере что будут какие-то переливания шли на самом деле их нет это просто из-за того что съемка экрана на камеру ну качество там действительно хорошо очень правильные цвета очень прям хорошие правильные цвета да вполне неплохо давайте попробуем другое видео вот такое вот видео из самолета картинка очень хорошая прям мне вот очень нравится вот не ожидал честно за такие деньги такая хорошая картинка то есть понятно что это 720 и как монитор использовать будет не очень но как телевизор за такие деньги например на дачу бабушки то есть это пой на кухне повесить вообще отличное решение по моему кстати вот и еще что хочется сказать по звуку звук очень хороший очень громкий вот посмотрите мое видео для примера так сейчас секундочку запущу как видите звук действительно хороший мало того я включил на 50 процентов вы думаете это 50 процентов громкости как бы не так у меня вот здесь вот стоит минималочка то есть телевизор очень громкий здесь два динамика и прям действительно dolby audio и так по минусам ну откровенно говоря за данный бюджет минусов у него просто нет если мы говорим как будто на частоту да то есть разрешение 720 если смотришь близко это заметно в целом цвета очень хорошие телевизор не лагает все как бы отлично я именно как телевизор не смотрю я обычно подключаю либо tv-box либо компьютер и вот так вот используя обычно телевизор и проекторы если повесить например куда-то на стену на кухню или на дачу или для бабушки или просто у вас ограничен бюджет но вы хотите как бы побольше диагональ подключить например у вас там есть только компьютер подключить и смотреть с него какие-нибудь киношки на расстоянии да то есть то вариант реально отличный прям вот действительно могу рекомендовать за такие деньги но 7500 как бы за телевизор с реально хорошей цветопередачей это на мой взгляд очень хорошее решение ссылочка на него будет конечно же в описании к этому видео обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки всем удачи и еще услышимся